Работу по ремонту дорожного покрытия в Рязани можно разделить на несколько этапов. В первом из них службы по благоустройству города засыпают ямы на асфальте обычной щебенкой. Причем порой камни летят прямо в лужу с водой. Таким образом в городе пытаются временно избавиться от ям на асфальте. Такой уникальный способ ремонта со временем становится просто бесполезным. Ведь практически сразу весь щебень вылетает из ям, рассредотачиваясь по всему асфальту. Кроме того, щебенка имеет свойство вылетать из-под колес проезжающих машин, попадая в другие транспортные средства или людей. К этому виду ремонта горожане относятся достаточно скептически. Вот там засыпали щебенкой и, наверное, минут через 20 ее уже не было. Она все на дороге валялась. Это безобразие. Это на неделю максимум. И все, эта щебенка разлетается по сторонам и ничего хорошего не было. Следующий вид ремонта – это аварийный ремонт дорог, экстренный. Именно его сейчас можно наблюдать на дорогах города. Рабочие освобождают ямы от щебенки, затем воздухом выдувают из них воду, после чего начинают класть асфальт. Примечательно, что под ремонт попадают те дороги, которые недавно были отремонтированы и имеют пятилетнюю гарантию. Эта дорога была отремонтирована полтора года назад и должна была прослужить еще несколько лет. Но уже сейчас она приобрела аварийное состояние, поэтому здесь проводится вынужденный ремонт. Сами жители этого микрорайона негодуют на то, что ремонтные работы на этом участке не заканчиваются на протяжении нескольких лет. Они исправно платят налоги, но результат их продолжает не устраивать. Горожан особенно удивляет тот факт, что асфальт кладется практически в лужу с водой. Говорят, что технология существует специально. Если на самом деле по технологии неплохо, а если нет, то если просто завалить деньги, уже сколько денег туда загрузили? Очень много. Поэтому жаль наших денег. Следующие два этапа ремонта автодорог – это всем известный плановый ямочный ремонт и, конечно же, замена дорожного покрытия. По словам самих дорожников, в ближайшие дни, скорее всего, такие работы производиться не будут. Это станет возможно, как только асфальт в городе высохнет. В любом случае, сейчас водителям остается быть более аккуратными на дорогах города. Ведь в результате езды по ямам, лужам и щебню могут пострадать их автомобили. Пробитые колеса или испорченные детали в результате такой езды дают автовладельцам право на компенсацию ущерба. Для этого нужно на место происшествия вызвать сотрудников ГИБДД, а не составить соответствующий акт, с которым водитель уже сможет обратиться в суд для возмещения ущерба.